самара кострома привет братишка так награду так я родичу казахстан рассылки не было где мало понятно так здесь остались только те кто уже не мысль от себя без вебинара добрый вечер невзора алтай и наградов сызрань века стоит научиться пользоваться клавишей принт и программы ух ты слава то какие нажал print screen вставил фото и сохранил готовое фото с экрана хорошего качества спасибо но я ничего не понял видимо если голова квадратная то это надолго это про меня так южный новгород свинин архангельская власть а меня всегда удивляет вот эти вот для меня приходят заказы знаете откуда последний был последний это якутия сразу мороз по коже да говорят теплеет у них камчатка представляет через камчатку проходит по это полярные как называется полярные у которой полярный круг прям прям через камчатку вот но там правда не замерзающий океан лето холодное зима не морозная но как не морозная сожжаться не бывает вот это не по себе и архангельск мне не по себе что там как там можно ли вырастить самое интересное так каменск уранский у вас есть у вас есть список сортов можно сделать список сортов саженцев а то мы не знаем на что можно рассчитывать у меня есть каталог другой вот вы хотите чтобы я рассылал это к нему надо обращаться дело в том что люди многие думают вот пусть саженцы вышла и зайдем туда кости положите поздно ребята поэтому ничего общего каталог его каталог мы ничего общего не имеет только потому что со мной надо работать зимой ранее весной а когда он будет в это самое с ним работать это совершенно отдельная история вы ему пишите он высылает каталог то что есть на данный момент он тоже как допустим часть уже заранее выкуплены зимой слали ему деньги и только он может это сказать а что только вы посмотрите список вы ему раскатаете то хочу то хочу то хочу а потом и того нет и того нет и того уже нет все надо делать вовремя и работайте сильно прямой перейти минусовой температуры на неделю вот и проверим вы держите укрытие минусовой температуры через месяц будет видно что под бутылками ничего не сделается у меня единственный провальный год лет 10 назад так а что на улице этот что за салют что у нас сегодня суббота ну кто-то поженился значит бедный так теперь что получается провальный год это когда я сделал 300 прививок абрикосов не тоже поторопился но привал конце марта а в апреле ударили 20 градусов морозы сибири она не прощает и у меня несмотря на бутылки погибло из 300 штук 200 это было то есть не выдержали они уже видимо проснулись в марте бывает солнце не бывало и плюс 10 плюс 15 а вот раз так как завернула крутая зима то есть есть ему предел но такие зимы чтобы в апреле минус 20 22 у меня такое было за все года только раз а минус 3 минус 5 минус 8 нормально только что бывает плодовые почки гибнут на деревне гибнут так в лотайском крае 100 километров на запад еще очень много снега к саженцам при реке не подобраться будем ждать неделю если не больше ну да придется ждать я раскапывал я очень торопился когда оставалось снегу снег таял таял оставался сантиметров 20 30 я выкапал обкапывал саженцы так и становился на колени на край ямы у меня получалось извините за выражение но задница выше головы когда я с головой туда чуть-то не в яму с головой а надо привать то что это же верная работа привать у земли вот я так делал то есть раскапывал потому что мне некогда было ждать когда растает снег время уходило сегодня снег а зато раз и уже жара так на сайте железы список сортов на весну 2020 года вот спасибо за подсказку многие привыкли по весне отвалились хотя осенью выглядели прижившимися может лучше снимать весной может лучше снимать весной осень выглядели осенью пленку имейте ввиду снимать пленку надо снимать в июле потом начинает кора портится под пленкой но если вы боитесь в июле в августе дальше портится кора и отваливаются они из-за того что пленку сняли если вы просто пленку вот вы пишите лучше снимать весной что наверное пленку а в это время уже хора испорченная напрочь все что я знаю это не в этом если прививки в весной отвалились причина другая вот если они были осенью живы весной отвалились значит меморозостойкость нет биологических инвестиций там куча причин может уже начала отгнивать корневая шейка а вы же еще не видели что отгнивает а уже отваливается так хорикосерфик просорт новинка саянская знаете подождите до осени вот сейчас прошу дело в том что никогда не это самое заранее выводов не делаю когда я пишу новинка саянская значит дерево которое было привито как апорт оно оказалось вовсе не апорт и ни на что не похоже подождите еще годик а для тех кто выпишет сейчас то ради бога это вы мне потом расскажите что получилось так видео это про что интересно я не знаю про что это видео о чем речь я не пойму вчера садил гладиолус снега нет земля оттаяла ниже проморожено на почке набухает все движение идет да правильно в это время уже можно садить раз например на сделать холмы нагрести холмы или насыпать холмы привозной земли с перенесенной земли вот и можно уже садить саженцы в виде семян так привет из вологды черенки косточки берем ростовые без генеративных почек семечков наоборот уже сторона так вот еще раз черенки косточков берем ростовые естественно они все выглядят как ростовые обычно просто последнего года или ростовая по бокам цветочная если косточковые вот теперь получается семечково южная сторона генеративные почки ну в общем давайте я вас так по своему расшифрую итак яблонь и груши как правило не часть этих самых косточков культуры просто последнего года берем черенки на них вроде бы чисто внешне нет почек цветочек плодовых только ростовые если она вдруг зацветает это переделка приспособление когда дерево само решает расти ему или давать плоды а у всех таких культур как абрикос например да персики вот часть груши и часть слив вот у них получается что даже если до самых верхушек не только все вся вот это все раз последний год до самых верхушек все совмещается и центр ростовая почка а по бокам может быть 2 может быть 4 или 3 почки цветочные вот причем когда мы берем черенки приваем их нельзя цветочек трогать даже если не есть просто отварятся сами постепенно а значит ран не будет бывает зацветают но как правило плоды один случай на тысячу поэтому не надо их бояться не надо бояться что дерево вместо того чтобы дать прекрасный саженец все уйдет плод не надо этого бояться скорее всего плода не будет так почему как так в общем вот что касается вот тут получается как один с одного другого просто задает так значит что такое железом рассылает почему рассылает у меня ну я в принципе рассказал единство что надо бы еще несколько фотографий бы пролистировать но это уже никак не сейчас а вот то что смотритель пишет да как правило 2 крайние цветочек средний ростовая не надо бояться цвета шипочек дерево никому не мешает зацветает часть из них помните мы эти где за завал этих где столько плодов что потом дерево не это да это цветочек но если мы отрезаем на привык уберем цветочек как правило не распускает даже не зацветает а то что вода мы видели то и да тут конечно она же сделала так что дерево на грани гибели поэтому и зацвело да сразу так много так так спрашиваем вы как косточки все-таки какие лучше правят плодухами или без них мои какие я еще раз говорю там где плодухи есть они должны быть например берем сеянис самый хитрый самый интересный вопрос с абрикосами берем абрикосовый сеянис первый год у него просто на этом насаженцы цветов нет плодух как он пишет нет второй год тоже нет третий год нет и где-то 4 5 года появляются да если уже плодухи но они уже до самого верхушечка это если сеянцевый если привитый мы берем прививки как правило уже с плодушками просто и рад бы но даже когда у меня прививка все прожила один год на второй год уже видели там где таня отрезала а всегда будут плодушки мы уже не тут нет выбора или с плодушками вот как есть все абрикосы с третьего года а то и со второго с плодушками все я не могу высылать без них если высылал без них за счет сеянца срезал а значит я халтурщик и предатель они все с плодухами каждый сорт каждый вид имеет свое как есть плодухи они есть если нет нет и бояться прививать плодухами не надо выбирать а вот пришлите мне абрикосы без плодухи а не смогу все все привитые абрикосы 2-3 года с плодухами как вы их ну слово плодухи ваши все и сказать так а мне с плодухами не надо чтобы они росли не смогу другое дело плодухи не мешают их не надо отрезать как куча-то их не надо выламывать какой-то другие они отвалятся отсохнут бесследно и так как у меня получается мощнейшие деревья это значит что все правильно привитое так добрый вечер сергей развитие конечно задержкой пока цветочные сами отвалятся никаких задержек заставают просто отвалятся вот тут правильно пишет ну принципе у никого противоречия что я сказал учитывая мощный рост когда прививка с цветочными почками мощный рост я не вижу никакой разницы вообще на никакого значения никакой роли не играет отсыхает и отваливается а то что лучше без плодовых почек то это противоречит всем что я сказал не могу я прислать вот сейчас мы пройдем по саду и вы не найдете на привитых деревьях старого третьего года ни одного бесплодовых почек только у сельца так что вот эта последняя фраза я с ней не согласен так вопрос про муравьев в вашем саду лесные или простые мелкие муравьи мелкие простые лесные это это волки так если если они сами занялись или вы способствовали как известно переселить сад посоветуйте так если вы из леса переселите себе лесных муравьев они как правило крупные рыжие может быть еще я в них не списались так че вижу о том пою вот даже если переселите вместе с этим с муравейником на следующий день они окажутся снова в лесу все вот у них скажу свое мои обычно мелкие но они питаются какие по ним мелкие не были но их пища мой может быть они где-то выращивают там они тоже строят муравейников только муравейники помельче вот мелких муравейников помельче может у них тоже есть там под землей грибные фермы но в принципе это хищники наверное их та же самая живность которую мы называем как мы называем вредители вредные насекомые наверное они ими же питаются только у них насекомые помельче по зубам не с каждым этим может жуком справиться вот еще не известно только его сожрет у него тоже есть эти жвалы у жука поэтому другое дело что я с ними не воюю вот они живут себе никому не мешают на деревьях минимум тли на деревьях она большая часть их вообще нет ни одной пленки на деревьях значит практически нет редко когда видишь там желтого муравьи тебя проворонили вот очень мало сами видели видели фильмы видели фотографии очень редко бывают дырки дырка это неполноценный лист и полноценный лист не может выкормить полноценную почку вот в идея идиллия чем больше муравьев тем здоровее сад это мой постулат и от него не откажусь даже если мне голову на плаху положили сказали если ошибся сейчас будем рубить я бы сказал ха ха не отрубите я не ошибся вот ну переселял муравьев из леса из глухого леса хольца к себе так вот это в его книге об этом написано возможно у него не был как бы не совсем культурный сад когда только культурный оберкос и сливы он какой-то такой смешанно культурно дикий как бы сильно смешанно и наверное муравьям там нравилось вот он умница я не у него научился я когда уже муравьев показал фотографии еще не знал только хольца его мода находится пришла позже чем я начал муравейники культивировать муравьев держать саду меня научила украинская сельская школа тогда еще не было той дури которая сейчас вот вот нас учили садить деревья нас учили парниковому этому овощеводству вот мы собирали колоски мы собирали сливы каждое шестое или десятое не помню ведро твое вот пол жизни прошло именно в лесу наверное поэтому я такой вырос и что получается получается что хольцера были неприятности представляете что когда очень жесткая он очень не любил все что относится к бюрократии бюрократия это лесозащита бюрократия это все кто природоохранная организация они чисто забюрократили казалось бы ну муравейник там это тут же муравейник его место займет другой перенесли несколько муравейников он не мог вред нанести но его штрафовали его чуть ли не судили за это и в то же время наоборот получается у нас уксусом соляркой муравейник а там у него были неприятности он строну муравейник перенес место на место не убил не уничтожил то есть там бюрократия она какой-то все таки раз она за то чтобы муравейник был не тронут она все таки какой-то и не только хоть он был продвинутим бюрократы тоже не зря свой хлеб пели не трожь муравейник часть природы не трожь это у нас дурь такая когда есть два варианта не трогать элька хольстер перенес чтобы свой сад защищать от этих от листогрозущих и прочих сосущих насекомых или уж так или уж так но он то не уничтожал а у нас так вот и разбуди ночью всех этих ученых которые связали муравьев с плёй тут же скажут ух уничтожить так что дальше пишет члены велья муравейник сами придут если условий богословий не будут каждого свой ареал вот накатяйте так накопайте дёрнки никакой химии не копайте дёрнки да делайте холмики земли потом накройте чем-нибудь пленки муравей придут да им нужна защита у меня муравейник знаете где был политориановый у меня даже фотографии есть устроили муравейник прямо на боку лежал этот бутылка политориановая посмотрите какая безопасность они выращивали своих муравищ полная бутылка сделали муравейник так на холмить бирку только для лесных так это шутка я на некоторые прививки даже пакета не надевал но у вас теплее понимаете у меня это про пакеты тоже надо сказать я на скелеты делаю надеваю пакеты из политориановой пленки вот эти пищевые только потому чтобы все-таки там было и чуть сырее и перепады температуры и все-таки там чуть теплее вот но приехали прививки скелетные делаю позже когда просутся корни на целиком на саженец одно-двух-трехлетний ранен на денеж бутылку так у нас на участке много врачерок застая сами довелись ну там своя жизнь игорь грешунин мои лесные в старом домике жили когда сломал ушли к соседям надо холмики пробовать весны и только вообще муравей только тронет сразу еще там и стал лучше безопаснее прошлой осень весной посадила грушу на холм и прикрыла пластикой бутылкой муравей через один-полтора облюбивали холм очень сильно трудились их там прижилось еще много целой колонии так ну где-то вы им помогли этот холм да и вы им как бы помогли построить как у них свои проблемы есть они очень умные но не к проблемам они везде много безопасное место для того чтобы растить потомство вот когда может это Мария у меня несколько Марий знакомых может другая кто-то мне такое это письмо присылал когда человек делал холм так она туда чего только какой-то органики не напихала траву что-то еще может быть ветки получился холм может быть по Хольцеру может он надоумил вот и вот тогда-то и облюбовали муравей и в то же время когда муравей уж так сильно облюбовали ну что ты будешь делать они вступают с вами в противоречие а вот саженец должен расти и вроде бы даже саженца теперь плохо я сделал десяток фотографий где прямо при том эти муравей росли прямо через деревья и ни одно дерево не погибло и даже не пострадало ну кто-то утверждает что так есть ну тихонечко попросите оттуда вот они так боятся за своих потомство чуть стоит разборошить немного не уничтожать нет они уйдут сами или уже не уйдут тогда значит вы совсем хорошее место для них приготовили вот вот как та дама которая там сильно много органики напихала в землю получилось что они видимо готовы это кладовую сделала пищевую так теперь что пишет муравителю разводят на молдой поросе или смириться с этим знаете связь между муравьями и тлей прямой нету вот дело в том что ну по крайней мере это не доказано мы видим как появляется пля и мы видим как муравьи смеют сверх не сверх не сверх не сверх вроде бы как что-то с ней делают допустим подошел плю подоил ушел следующий вот использовать их вот я даже допускаю учитывая помните я вам рассказывал как это здорово когда вот понимаете есть люди которые вообще не ведут что творят вот та дама которая это на боку г который уничтожил муравейник прямо на телевидении ну прямо в этом как он называется телевизионная площадка куча зрителей приносит прям муравейник на каком-то большом листе вот и она его поливает соляркой да у него мозгов то нет что муравьи умнее ее вот допустим вот допустим человек да он академик и настоящий не вот эти вот сейчас фальшивые академики которые там эти украли щита идеи а настоящий вот такой настоящий академик мы заранее даем ему он такие вещи творит нам даже неведомо я чувствую себя тупым рядом с ним найти или ты не знать три педали один тормоз 3 педали это и руль и изобрести двигатель внутреннего сгорания есть разница они представьте себе что тот шофер знает только три педали приговаривать смерти человека изобретатель гениального который придумал двигатель внутреннего сгорания просто так так вот те муравей которые весной покрыли сделали крышу из черных камней чтобы притянуть тепло от солнца нагреть муравейник а летом из-за перегрева убрали камни а положили камушки другие белые они умнее той самой которая их соляркой поливать это же как нам все академия наук расстрелять вот просто так считаю что это самое мы умнее и вот так и получается связь между муравьями этими есть ли но как получилось что у меня где я их наоборот культивирую чтобы был максимум вдруг при этом ни одной клинки на вишнях черешнях абрикосах груша ну как вы мне это объясните то и на солярку я еще говорю вы хотя бы соляркой поливайте у меня тут один приятель бензином поливал без бровей остался бензин взрывается так читаем дальше шампунь с перметрином как советовал тинков испробован прошлым летом против очень эффективно стоит копейки я надеюсь что он не убил этих муравьев а просто прогнал я говорю еще вариант средний прогнать так он находится углу стыка двух сторон забора но если вы стыка значит место довольно приятное для муравьев защита от ветра защита от соседей меньше шансов что кто-то его просто случайно раздавит так убил тлю ни один муравьев не пострадал ну отлично так слюд ну конечно слюд это как с предателями ну еще раз говорю тля больше зависит муравьев от здоровья дерева чем здоровее дерево тем меньше тли а на абсолютно здоровом дереве на многих видах его просто и быть не должно я же не шучу все действительно так и есть я же когда вожу по саду летом когда я показываю совершенно здоровье после страшных этих бесконечных дождей холода ни одной тлинки и ни одной еще это грибочкой нет ни одной черной пятнышкой которая уже тля начинает грибочки начинает жрать я же ничего не выдумал вот что за моими словами всегда есть наблюдение причем они однолетние а такие серьезные так ну что время у нас подходит к концу а дискуссия не заканчивается сейчас все будет зависит от того на валерье сколько у меня теперь не хватит нам надо закругляться антон валерьевич сами решайте когда заканчивать так что пишет гришунин убил клюни один не пострадал из-за нее один саренец остановился в росте потом после обработки в бок продолжил расти благодарим за вебинар Сергей мураши мелкие светлое они тоже полезно дело не в том какого они цвета дело в том какую они какую они роль выполняют это мы привыкли это мы привыкли значит все они платоядные есть особые но это наиболее продвинутые знаете как есть у них свои есть как бы простые плебе они они молодцы они те же солдаты они те же эти самые старожа работники вот садоводы среди них есть обязательно например грибы разводят вот а есть самые продвинутые это те которые уже очень большие муравейники это как рядом допустим где то вот они не зависят от цвета муравейлисторезы они перешли на диету у них они используют листья а не только эти а вообще нормальные муравей они все таки плотоядные ни один муравей не откажется от жирной гусеницы даже если он может из листьев делать перерабатывать их в эти грибы а грибы кушать вот поэтому не полезных муравьев не бывает не бывает и уже сколько проверяли это дело что муравьевы не сажают от ля как была или хотя бы не дают им это развиваться кстати опять самая была у меня переписка помню раз фотографию я говорю это что такое черный ствол опять это чертовое а муравьи чтоб не резать они не только с меня слушают уже успел мне это ствол я говорю сройся эту и эту самую супер клей этот клеилов срочно убираю с помощью этой самой растворителя пока дерево еще живо представляете ради того чтобы не пустить деревьев муравьев на деревья уничтожают сами деревья и все на этом уровне вот если бы эти хотя бы которые себя феями называют хотя бы тут бы хотя бы советов хотя бы подсматривали наши вебинары и можно было такие прекрасные уже создать фильмы даже бы не признаваясь в том что они это используют чужие идеи но продолжать вот эту дурь так друзья теперь наверное точно все больше никто не пишет давайте прощаться до свидания вот надеюсь еще будет о чем поговорить спокойной ночи сибирякам Дальний Восток вот приятного аппетита поужинать жителям Европы вот а еще кстати же это интересно впереди же этот самый впереди трудное время наступает еще раз скажу домик деревни домик деревни домик деревни повторял и буду повторять домик деревни все до свидания до сих пор да домик деревни до сих пор Продолжение следует...